Здравствуйте. Ситуация в БМК успокоилась. Общество поддержало главу республики и правоохранительные органы, сообщил видмостям премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. «Все будут наказаны. Никто не позволит в республике дестабилизировать ситуацию», — сказал он. Приговор активисту Фаилю Алчинову Назаров назвал продолжением борьбы с экстремизмом. «Я нарочно не комментировал ситуацию в Башкирии ни вчера, ни позавчера. Не все мне было ясно. А вот премьеру Башкирии Назарову ясно все. Главное, общество поддержало, а то, что самые массовые акции протеста со столкновениями с силовиками произошли именно в Башкирии, и впервые после начала СВО, это общество поддержало главу республики». «А кто открыто называл его бандитом, так это не общество. Эти будут наказаны». «Что-то самого поддержанного обществом не очень видно. Наверное, стесняется всенародной поддержки. Боюсь, что всенародная поддержка башкирского типа нам еще будет встречаться по регионам. Уж больно хорошо себя чувствуют местные элиты. Ну, прям прекрасно. Единство с обществом полное, как в кровати. Одни сверху, другие снизу, и всем хорошо». В ночь на 18 января расчет систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью. Жительница Белгородской области получила осколочное ранение при обстреле. В СССР выпустили 10 ракет по Белгороду. Правительство РФ рассмотрит запрет вылового рыбы Великобритании в Баренцевом море. Сенат Франции принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана. «В Госдуме назвали диаспоры мафиозными структурами. Национальные диаспоры в России – это то же самое, что итальянская мафия. Они подкупают местные власти и покрывают преступников», – заявил в Телеграм вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Чем эти землячества лучше таких же, но корсиканских или сицилийских, также подкупают местную власть, отмазывают собственных паевиков, крышуют полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», – считает Толстой. «Кто такой Петр Толстой – все знают, но в данном случае я с ним даже не пытаюсь спорить. Сам-то говорю то же самое и теми же словами. Много лет». «Но от того, что я назову чёрное чёрным, а белое белым, ничего не изменится. У нас система коммуникации «власть общества» работает исключительно в одну сторону. Они нам диктуют, а мы исполняем. В противоположном направлении – ничего. Но, как видим, ничего не меняется. Когда те же очевидные всем вещи проговаривает вице-спикер Думы от партии власти. Ну, сказал и сказал. Молодец, отпиарился. Впрочем, в Древнем Риме, которому мы пытаемся наследовать, тоже говорили. «Хочешь жить в Риме – живи как римлянин». И что? А в конце концов, германец Адаакр закрыл проект Рима, а на месте империи многочисленные мигранты создали множество своих государств. С такими порядками, что любая современная мафия покажется детским садом. Пока Украина не получит германских ракет, Бундестаг парламента ФРГ в среду вечером большинством голосов отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет «Таурус» Украине, подготовленную фракцию Христианско-демократического и Христианско-социального союза. Против поставок «Таурус» Украине проголосовали 485 парламентариев за всего 178. Трое воздержались. Против проекта резолюции проголосовали многие члены партии «Зелёных» и СВДП, которые сами неоднократно выступали в поддержку поставок ракет «Киеву». Свой отказ они обосновали тем, что инициатива была выдвинута к парламентскому обсуждению годового отчёта уполномоченного по делам Бундесуэра. «Конечно, фракция СВДП выступает за поставку «Таурус», однако я считаю неудовлетворительным то, что мы проводим эти дебаты сегодня на фоне опасений наших солдат», сказал депутат от СВДП Нильс Грюндер. То есть Бундестаг в целом за то, чтобы немецкие ракеты наносили удары по России, как в старые добрые времена. Но не сейчас. Пока пусть бомбят Белгород тем, что есть в наличии. Запад намерен помочь вооружённым силам Украины атаковать Крымский мост, пишет издание «Хилл». А единственное, что может серьёзно разрушить конструкции моста, это как раз «Таурус». Иеромонах раскритиковал гадания на крещение. Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий раскритиковал гадания, которые практикуют накануне крещения. В крещенский сочельник когда-то была распространена традиция гадать, встречающаяся и сегодня. «Гадание», цитата, «не надо этим заниматься, вздор это всё, бред сивой кобылы, как и гороскопы», – сказал монах. А как же раз в крещенский вечерок девушки гадали? Не то бросали? Не туда и вообще автор Жуковский неправильно оценивал позицию церкви по отношению к суевериям. И имя героини дал какое-то не церковное Светлана. И касаемо гороскопов, на Рождество к новорожденному Иисусу заявились некие волхвы с подарками, по сути, астрологи. Нагадали там что-то по звезде, и по ней же и пришли куда следует, то есть в Вифлеил. А надо было их гнать за шеи с ихними дарами, нечего младенцев смущать, сдать их в полицию, вся недолга. Продолжение следует...